В рамках публичного отчета первоизместитель председателя правительства региона Анна Рослякова и руководители шести министерств и ведомств рассказали об основных результатах своей работы, а также ответили на вопросы аудитории в зале и пользователей соцсетей. Звучал вопрос о том, что нельзя попасть, вот к сожалению заявительница ушла, что нельзя попасть на личный прием в период пандемии. Обращаюсь ко всем, не можете куда-то попасть, приходите ко мне, ко мне вы попадете всегда. Даже в период пандемии не даст соврать мне отдел по работе с обращениями граждан. Есть нам к чему стремиться, есть над чем работать, поэтому мы на лаврах не почиваем, у нас их нет. У нас впереди очень много работы для того, чтобы жители и каждый человек в Рязанской области и приезжающий сюда был в безопасности, окружен заботой, вниманием и получил шанс быть услышанным. В свою очередь руководитель Министерства по делам территории и информационной политики области Жанна Фомина отметила, что по итогам прошлого года Рязанский регион поднялся с 24 на 16 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В 73 сонках была оказана финансовая поддержка на сумму более 6 миллионов рублей. Из них 2 миллиона средства, которые предоставили по итогам конкурсного отбора Федерального агентства по делам национальностей. 25 региональных проектов стали в минувшем году победителями конкурсов фонда. Еще три завоевали победу в специальном конкурсе на представление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Общая сумма поддержки составила более 40 миллионов рублей. В рамках подпрограммы поддержки местных инициатив 142 муниципальных образования Рязанской области получили в минувшем году субсидии из областного бюджета на общую сумму свыше 168 миллионов рублей, что позволило реализовать 202 проекта местных инициатив. Это новые парки, скверы, детские спортивные игровые площадки, восстановленные памятники, отремонтированные дороги и многое-многое другое. По словам Жанны Фоминой, в год 75-летия Великой Победы регион участвовал в федеральной целевой программе увековечивания памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы. На предоставленную субсидию в размере более 5 миллионов рублей было отремонтировано 9 воинских захоронений и установлено 2 мемориальных знака. Кроме того, издан 10-й том областной книги «Солдаты Победы». Алиса Котровская, телекомпания «Город».